Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Продолжаем тему производства пива. В этом видео поговорим о хмеле, который является вторым после солода основным пивоваренным сырьем. С точки зрения технологии, важнейшей частью хмеля являются горькие вещества, которые сосредоточены преимущественно в лупулине, так называемой хмелевой муке. Придающие пиву характерный горький вкус и обладающие антисептическими свойствами. Хмелевые дубильные вещества, которые при кипячении сусло с хмелем осаждают белки и тем самым способствуют образованию бруха. Хмелевое эфирное масло, являющееся основным компонентом аромата хмеля, который характерен для отдельных видов хмеля и для разных областей его выращивания. Хмель, как источник специфических горьких и ароматических веществ, впервые стали применять за несколько столетий до нашей эры. Документально зафиксировано использование хмеля в 736 году на юге Европы. В Америку хмель завезли в 1629 году. Впервые охмеленный напиток стали изготавливать в Сибири и юго-восточной части России. Затем специально для этих целей стали выращивать хмель и в настоящее время он возделывается в 32 странах мира. В России товарное производство хмеля сосредоточено в 11 районах. Общая площадь хмельников составляет 4000 гектар, в том числе плодоносящих около 3500 гектар. Заложены также хмельники в Башкирии, Нижегородской, Ульяновской, Омской областях. Около 80% хмеля производимого в России выращивает республика Чувашия, которая занимает 8 место в мире среди 53 стран производителя хмеля по объему производства. На первых местах такие страны как США, Германия, Украина, Чехия, Англия, Китай, Югославия. По своим показателям в мировой квалификации пивоваренных качеств, чувашский хмель занимает 4-5 места. В Чувашии районировано 6 сортов ароматического и среднесволистого хмеля. Урожайность хмеля от 600 до 2000 килограмм с гектар. Хмель может расти несколько десятков лет, но через 20-30 лет его продуктивность снижается. Хмель собирают в период технической спелости, когда шишки приобретают золотисто-зеленый цвет и наибольшее количество горьких веществ. В последующую фазу физиологической спелости цвет становится буроватым и хмель теряет пивоваренные свойства. В мире насчитывается более 100 сортов культурного хмеля. С учетом оценки его качества для пивоварения, хмель подразделяют на 2 группы. Тонкие сорта с содержанием горьких веществ около 15% и альфа-кислот от 3 до 5%. И грубые сорта с содержанием горьких веществ более 20% и альфа-кислот от 3 до 5%. И грубые от 8 до 12%. Тонкие сорта используют непосредственно в пивоварении для охмеления сусла. Грубые для приготовления экстрактов, концентратов, лупулиновых порошков и гранул. Некоторые сорта хмеля накапливают преимущественно горькие, а другие ароматические вещества. Урожайность ароматного хмеля, как правило, ниже горького. Ботаника и морфология хмеля. Хмель – это высушенные хмелевые шишки, представляющие собой разросшиеся женские соцветия европейского хмеля из семейства коноплевых. Хмель – двудомное многолетнее растение. Для пивоварений выращиваются только женские растения, соцветия которых должны оставаться необлодотворенными. Хмелевое растение может насчитывать несколько десятков лет, однако спустя 20-30 лет его продуктивность снижается. Основной подземной частью растений является деревянистая бабка или хмелевая матка, которая вырастает из черенка и образует могучую и богатую разветвленную корневую систему. Из бабки, в свою очередь, вырастают горизонтальные или наклонные корневища и вертикальные побеги. Подземные части этих побегов – так называемое молодое дерево – образует собственную летнюю корневую систему. Молодое дерево используют в виде черенков для вегетативного размножения хмеля. Вертикальных побегов бывает большое количество, однако обычно заводят только два. Надземная часть хмелевого растения, стебель или лоза, имеет в сечении шестигранную форму – стебель полы вьющейся правого вращения, покрытый волосками. На каждом колене стебля вырастает по два встречных листа – трех или пяти пальчатых. В пасухах листьев вырастают боковые веточки, которые в верхней части образуют соцветия. Окраска соцветия считается характерным признаком и может быть зеленой и красной, почти фиолетовой. В практике хмель делят по окраске на зеленый и красный. Переходным типом являются полукрасные. Почти все культурные сорта хмеля относятся к группе красных. Соцветия женских растений вначале образуют околоцветники или розетки и вырастают в шишечки длиной от 3 до 5 сантиметров. Шишечки имеют зеленый или слегка красный цвет и содержат основу будущих прилистников и кроющих листков, из пазух которых торчат пестики, похожие на короткие тонкие нити. При созревании соцветия образуются шишки. Основой хмелевой шишки является короткий, покрытый волосками, характерно изогнутый стерженек. На каждом колене стерженька вырастает два прилистника, сильно заостренные на концах. Под ними 4 закругленные на концах кроющие листка. А из их пазух торчат 4 пестика. Равномерное построение шишки типично для здоровых и культурных видов хмеля. Форма шишки колеблется от шарообразной до удлиненно-цилиндрической. Культурные сорта хмеля чаще всего имеют шишки яйцевидной формы, на конце закрытые. Равномерный изгиб стерженька и расположение на нем при листиков и кроющих листиков. Типично для отдельных сортов. Чехословацкие сорта хмеля имеют шишки длиной от 1 до 5 сантиметров, после высушивания от 0,5 до 3 сантиметров. Цвет шишек зрелого хмеля зеленый, а оттенки от желто-зеленого до золотисто-зеленого. Стерженек, кроющие листки в меньшей степени и при листнике у основания покрыты лимонно-желтыми или золотисто-желтыми железками, которые при созревании образуют зернышки лупулина, хмелевая мука, диаметром от 0,15 до 0,25 мм. Лупулин является наиболее ценной частью хмеля. Железки состоят из полигональных клеток, образующих пузырьки, которые наполнены желтым секретом, содержащим горькие вещества и эфирное масло. Небольшая доля этих веществ имеется также в кроющих листках и при листниках шишки. Цвет лупулина является внешним признаком качества, а его количество признаком продуктивности хмеля. Лупулин темнеет при сушке хмеля при температуре выше 45 градусов Цельсия, а также от поражения мелдью и от старения при хранении. Старый хмель имеет лупулин красно-коричневого цвета без блеска. Светло-лимонный цвет лупулина иногда бывает признаком незрелости шишек. Количество и цвет лупулина можно определить путем продольного разрыва шишки. Более бедным лупулином бывает опыленный хмель. Такой хмель содержит круглые и трехгранные семена диаметром 2 мм. Твердые красно-коричневый и фиолетовый окраски. У неопыленных, однако, хорошо ухоженных сортов хмеля встречаются разросшиеся семенники, мягкие и не имеющие зародыша. С точки зрения культивации хмель является очень трудоемкой культурой. Для него требуется высокоурожайная, богатая кальцием и железом почва с растворимым подпочвенным горизонтом. Сорта хмеля. Среди сортов хмеля различаются районные и селекционные сорта. Районные сорта возникли из местных сортов путем многолетнего отбора в определенной области выращивания. Селекционные сорта получены путем селекции или скрещивания. У сортов выведенных селекцией и вегетативным размножением различаются популяции и клоны. Путем скрещивания или скрещивания и вегетативного размножения получают гибриды, которые являются облагороженными сортами. У культурного хмеля насчитывается около 100 сортов. В практике возделывания, как уже было сказано, хмель разделяется по цвету лозы на красные и зеленые сорта. Переходным типом являются полукрасные. Красные сорта имеют лозу, окрашенную анотоциановым красителем от красного до красно-фиолетового цвета. Они растут довольно быстро, и поэтому бывают ранние и полуранние. У красных сортов хмеля шишки светло-зеленого цвета, яйцевидной формы и хорошо закрытые. Они богаты лупулином, имеющим хороший хмелевый аромат. С агротехнической точки зрения, красные сорта хмеля имеют недостаток, заключающийся в том, что шишки их быстро перезревают и открываются, в результате чего при несвоевременной уборке происходит потеря лупулина. Зеленые сорта имеют зеленую лозу. Эти сорта растут медленнее и поэтому созревают позднее. Шишки у них тоже светло-зеленые, но более крупные. Лупулин образует более крупные зернышки, имеет красноватый цвет и запах его острее. Поскольку качество такого хмеля хуже по сравнению с красными сортами и не уравновешивается некоторыми его агротехническими преимуществами, то зеленые сорта, как правило, отбраковываются. Полукрасные сорта имеют лозу почти зеленого цвета с красными черенками листьев. Их значение носит вспомогательный характер. Так, например, в Чехии возделывается за очень небольшим исключением только лишь один сорт полураннего красного хмеля. Этот сорт выведен из земшого хмеля, который в свою очередь был получен из староуштецкого хмеля, происходящего, вероятнее всего, из староуштецкого. Учитывая существенное влияние среды, Освальд считает районные сорта хмеля только местной модификацией. В связи с этим в Чехии различаются следующие сорта. Полуранний красный жатецкий, роудницкий, уштецкий, тршицкий. При оценке различают хмель тонкий или селекционный, а также средний и грубый. Большая часть хмеля чешского происхождения относится к тонким хмелям. У чешского хмеля под влиянием среды в отдельных производственных районах имеются определенные различия, а именно в построении шишек, запахи и урожайности. Немецкие сорта хмеля, например, такой, как полуранний красный галлертоузский, который имеет шишки яйцевидной формы и высокое содержание лупулина. Очень хорошо культивируется в Баварии. Кроме него там возделывается полуранний красный шпальдский, дающий хмель очень хорошего качества. Этот сорт происходящий от чешского земшового хмеля, однако он несколько урожайнее. Ранний тендантский красный также очень хорошего качества. К более грубым немецким зеленым сортам принадлежат поздние зеленые сорта Вюртенбергский и Герсбруцкий. Среди английских красных сортов следует назвать Голдинг с полосатыми шишками средней величины. И далее сорт Толтрас, Коллигейт и другие. Из зеленых сортов наиболее распространены сорта Фагглс и Кластер. Относительно новыми английскими гибридными сортами являются Бреверс Голд и Булия Хоп. В США наряду с исконными сортами, называемыми по районам возделывания, например, Орегон, Якима, Сакрамента и т.д. Выращиваются европейские зеленые сорта Фагглс и Кластер. Все они отличаются высокой урожайностью, однако имеют специфический запах. Признаки, повышающие качество хмеля, это отличное возревание, хорошие однородные шишки, тонкое строение шишки из стерженька, высокое содержание лупулина, особенно хорошая сушка с учетом цвета лупулина, ярко выраженный тонкий аромат, хорошее вычесывание и цвет лучше, чем у соответствующего типового образца. Признаки, снижающие качество хмеля. Недостаточное возревание или перезревание, неполноценное и неравномерное шишкообразование, грубое строение шишки из стерженька, семянность, небольшое содержание лупулина, плохой лупулин и матовая окраска в результате неправильной сушки или плохой агротехники. Худший запах, плохое вычесывание, неудовлетворительный цвет и наличие большого количества следов от вредителей по сравнению с соответствующим типовым образцом. Раскрытие шишки загрязненное и влажное выше 13%. Хмель может поставляться в двух видах. Натуральным, то есть не окуренным серой, без обработки и в первоначальной упаковке. И второе – обработанным, то есть окуренным, серой и прессованной, иногда отсортированной, вычесанной и высушенной. Для поставки потребителям, для непосредственного применения хмель упаковывают в тюки. Для непродолжительного хранения до будущего урожая в болоты, иногда в мешки из джутовой ткани. Для экспортных поставок, в отдельных случаях, хмель упаковывают в бочки и жестяные коробки. Вы посмотрели видео, посвященное хмелю. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом, если вам что-то непонятно. Поделитесь этим видео в социальных сетях и ватсапе, с теми людьми, которым оно могло бы быть интересным. А на этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.